Спортивный комплекс отделения поликлиники в статусе долгостроя, в трудности со связью, отсутствие инженерных коммуникаций. Накануне Дмитрий Азаров встретился с активными жителями Нефтегорского района. Это старшие по домам, председатели советов, руководители общественных организаций. Словом, те, кто представляет интересы людей. Не просто говорили о наболевшем, а вместе с главой региона искали конкретные пути решения конкретных проблем. Сетка натянута, футбольные ворота установлены. Казалось бы, это ли не место, чтобы растить будущих чемпионов. Но некоторые нефтегорцы уже и не верят, что комплекс «Факел» хоть когда-нибудь откроется. Говорят, слишком долго они ждут. «Факел» начали строить в 2014 году. Он спроектирован для игры в футбол, волейбол и других видов спорта. По запланированным срокам в этом «Фоке» уже должны вовсю проходить соревнования и занятия в секциях. Но здание до сих пор не введено в эксплуатацию. На проблемном объекте побывал глава региона. Дальнейшую судьбу «Факела» обсудили и на встрече с активом Нефтегорского района. А он до сих пор у нас стоит бездействие. Когда наши дети могли бы там заниматься, наши дети и внуки ходить и заниматься туда спортом, а не бегать по улицам. Я считаю, что это очень насущный и большой вопрос. На насущный вопрос у местной администрации нашелся ответ. Фактически объект стоимостью 98 миллионов рублей готов. Но нужно еще 4 миллиона на работу над ошибками. В 2014 году приступили к строительству. Были изменены ряд нормативов. И в документации, так как она типовое применение была, допущены были ряд технических ошибок. Так ошибок или изменений? Совместилось это два фактора. То есть изменился норматив и допущены были провитировщиками технические ошибки. Руководитель области поручил местным властям совместно с министерством проработать все проблемные вопросы. Чиновники пообещали открыть ФОК к новому учебному году. Значит, коллеги, вы сейчас здесь прилюдно мне дали обещание, что до 1 сентября объект будет введен в эксплуатацию. Так точно. Значит, или вы это делаете, либо вы идете работать в другое место. Все очень просто. Потому что мы должны обеспечивать результат. За слова свои отвечать. Конкретного решения требовал еще один нефтегорский долгострой. Местной поликлинике жизненно необходимы дополнительные площади. В новом крыле планировали разместить зубные кабинеты и женскую консультацию. Однако работы остановились еще в 2010-м. Об этом главе региона рассказал один из врачей-стоматологов. Сейчас готовность объекта 58%. Завершить его планируют при помощи государственно-частного партнерства. У нас появилась возможность достаточно в сжатой сроке завершить строительство, этого объекта, поскольку появился у нас частный инвестор. И при реализации механизма государственно-частного партнерства в течение до конца 2019 года объект может быть сдан. Все возможные варианты решения проблемы будут предоставлены главе региона в конкретные сроки. Также на встрече с активом обсудили и другие наболевшие темы. Отсутствие коммуникации в микрорайоне Е, проблемы со связью в селе Бариновка, развитие в районе животноводства, трудоустройство подростков. Я хочу вам честно сказать, что то, что я прочитал в отчетах, там и половина не было из проблемных точек, которые вы мне обозначали. Вот именно для этого я в районы езжу. Именно для этого, чтобы на месте, своими глазами, ногами, убедиться, какая ситуация в действительности, а не то, что мне пишут в красивых иногда цветных отчетах. Уже в пятницу по итогам встречи с активом будет сформирован протокол, где напротив каждой озвученной проблемы появится контрольная точка решения и фамилии ответственных чиновников. Анна Ивахина, Андрей Авдеев, Новости губерния, Нефтегурский район.